приветствую друзья с вами вновь я виталий некоторое время я не записывал видеоролики и сегодня мне хотелось с вами поговорить о такой простой простом таком понятии как достижение нами целей и получения результата и привязываем к этому к этой теме такой известный принцип паретто 80 на 20 который говорит о том что 80 процентов ваших усилий приведут вас 20 процентному результату а в то же время 20 процентов ваших усилий могут привести к 80 процентному результату почему здесь имеется такая интересная интересная пропорция как мы ее объясняем и в чем здесь секрет я сейчас вам объясню как раз на принципе целей и результатов потому что многие из нас путают путаются в этих понятиях цели и результатов на простом таком примере мы покажем вам смотрите я сейчас нарисую вам известную известную мишень да это мишень является вашей целью да то есть вам говорят вы должны достичь этой цели и у это цели цели вы ее видите как-то представляете себе то есть она большая цель скажем так да то есть вы большую цель эту видите и стремитесь ее достичь но при этом при достижении этой цели мы что делаем что вы получаете вы получаете результат и результат на цели отображается каким образом в виде цифр отображается попасть в десятку мы называем да если мы попали в десятку мы попали там восьмерку да попали пятерку там в четверку там тройку неважно и так далее то есть вот результат достижения вашей цели вы достигли цель вы пустили стрелу до стрела полетела а куда она полетела она полетела вашу цель и вы достигаете цели тем или мы способом нас достигли цели попали попали стрелой до сюда упали нас либо попали сюда существенная разница существенная разница месяца именно потому что вы ставили себе приоритеты разные и когда мы говорим о принципе 80 на 20 80 на 20 так вот если вы ставите себе такой приоритет достижение на цели и все ваши усилия прилагаются к достижению цели то то что произойдет то 80 процентов этих усилий вот сюда вы предлагаете свои усилия на достижение цели видите чтобы достичь большую цель она же большая то надо 80 процентов усилий распределить вот на всю эту цель понимаете вы все ваши усилия как бы распределяете вот на эту всю на эту площадь цель большая же большая какая-то великая она вас вдохновляет мотивирует да но она большая для этой большой цели необходимо 80 процентов усилий виден на на все эти на все эти сектора распределяется ваши усилия это это как бы закономерно да понимаете это то есть нормально соответственно при достижении вами цели вот сюда вы достигли да вы получаете что получаете 20 процентный результат вот он отрезочек вот результат понятно это принцип порядка если же вы стоите своим приоритетом получение результата то в этом случае в этом случае вас уже наоборот будет работать в принцип порядка он будет работать принципа это будет говорить вам 20 процентов ваших усилий придут вас к 80 процентному результату видите вы уже будете ставить себе приоритетом ваш результат а результат у вас какой хочется быть десяточку попасть получить десяточку максимальную до результат то есть большая цель большая цель вы она там на горизонте да она вдохновляет но приоритетом становится результат результат оказывает непосредственное влияние на достижение вами цели понимаете вот сюда влияет поэтому вы 20 процентов только усилий 20 процентов вот вот эти 20 процентов усилий вы концентрируете вот сюда на достижение вами не цели уже а получение результата здесь глаголы глагол важно правильно использовать то есть я не я не я не достигают результата я получаю результат это важно понять тогда вы получаете именно 80 процентов результата вот то есть вы попали вот в эту зону 80 процентов здесь 80 процентов вот то есть вы попали в те 80 процентов результата которому предлагаете 20 процентов усилий то есть 20 процентов усилий Необходимо попасть в эту маленькую площадь. Понятно? Таким образом, сегодня, друзья, мы с вами определились, что необходимо правильно расставлять приоритеты и понимать, что. Что ваша цель. Вот цель. Напишите себе. Напишите цель. И результат. Результат. Имеет друг к другу отношение. Какое отношение? Вы сейчас заметили. Заметили отношение? Ваша цель может влиять на ваш результат. Правильно? И ваш результат влияет на вашу цель. Каким способом? Если вы ставите приоритетом свою цель, то цель, что делает? Она как бы закрывает ваш результат. Понимаете? То есть, сама... То есть, мы такое выражение есть. Сама цель. Сама цель, да? Я достигаю этой цели ради самой цели, да? Тогда цель наша делает, минимизирует наш результат. То есть, цель как бы становится приоритетной, да? Вам интересна цель. А прибыль, там, доход и так далее. Вас не столько интересует. Вас интересует какое-то процессное состояние достижения цели. Когда вы концентрируетесь на достижении результата, то результат непосредственно тогда оказывает влияние на вашу цель, да? То есть, цель уже... Конкретизируется цель. Конкретизируется цель, да? Когда вы говорите о результате. То появляется параметр измеряемый, да? Конкретно какой-то параметр появляется у цели. Во время вашего движения к цели. Понимаете? То есть, не в начале, когда вы ставите перед собой цель. Когда вы ставите перед собой цель, она о каком-то образе, да? Образе, да? О каком-то большом образе, да? Какое-то впечатление, вдохновение дает, да? Ну, конкретного какого-то параметра. Там не просматриваются. Просматриваются конкретные параметры у задач каких-то, да? У задач, которые приведут к вас к достижению цели. Но когда вы начинаете двигаться, вот таким образом, ставите результат приоритетным, то результат, соответственно, показывает вам, что внутри цели имеется содержание. На содержание там десятка, там есть восьмерка, там есть и так далее. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами разбирали о влиянии принципа Паретта 80 на 20 и на достижение цели и получение результата. О том, что при достижении цели нам необходимо понимать, что сама цель не становится самоцелью, да? Она не столь важна, да? Она важна, как вдохновение, но необходимо понимать, что у нее есть содержание, глубокое содержание. Это будущий ваш результат. Поэтому, друзья, рад с вами был вновь повидаться. С вами был я, Виталий. Подписывайтесь, лайкайте. Всех вам благ. Пишите комментарии. Пока-пока.